Здравствуйте, сегодня хотелось бы рассказать о новых возможностях релиза MaxPatrol CM5.1. Для упрощения работы операторов, а также улучшения возможности визуализации, в новой версии системы стала доступна функциональность присваивания собственных названий, полям событий и активов. Давайте рассмотрим это на примере. Сейчас мы с вами видим ситуацию, в которой оператор создал свой виджет для мониторинга и не воспользовался возможностями новой версии. Из-за этого ему придется каждый раз вчитываться в название политаксономии и вспоминать, что же они обозначают. О предназначении магических цифр справа он может вообще не вспомнить. В итоге не пройдет и пары дней, как количество таких виджетов увеличится, и даже сам оператор забудет, зачем он их создавал и что хотел ими мониторить. Давайте посмотрим, как могла бы измениться ситуация, если бы он воспользовался возможностями новой версии. Для начала давайте узнаем в настройках виджета, на основе какого фильтра он был создан. Это позволит нам его доработать и сделать более понятный виджет. Переходим на вкладку события и выбираем этот фильтр. Ага, теперь-то нам стало понятно, что оператор хотел создать виджет неуспешных попыток входа пользователей на машины. Что ж, давайте попробуем улучшить его. Для начала взглянем на то, какие поля событий были задействованы в этом фильтре, а затем присвоим ему понятные псевдонимы. Поле Time зададим как время. Поле Event Asserts Host как источник события. Поле Subject Name как пользователь. И поле Text как описание события. Теперь давайте перейдем в раздел группировки и агрегации, чтобы посмотреть, как уже успела измениться ситуация. Здесь мы с вами видим, что группировка будет выполняться по пользователям и машинам, на которых они совершают неуспешные попытки входа. Это нас устраивает. А вот количество этих попыток пока имеет название Count. Давайте это поправим и зададим ему хорошее понятное название. Выполняем запрос и переходим в представление создания виджета. Давайте добавим его в библиотеку. И для сравнения предлагаю теперь посмотреть, как же прокачался наш виджет. Такой виджет нас уже устроит. Здесь будет сразу понятно, что за что отвечает. Точно такой же фокус доступен и в виджетах по активам. Отдельно хочу напомнить, что все ваши созданные виджеты доступны в мастере создания отчетов. Так что вы можете их там тоже использовать и присылать себе на почту по расписанию. На этом все. Теперь вы легко сможете увеличить читаемость и простоту восприятия своих виджетов. Спасибо за внимание и до новых фич. Продолжение следует...